здравствуйте мы с вами сейчас находимся город сочи поселок лазаревская площадь перед центром национальных культур сегодня у нас 26 июня только что прошел дождик и нам повезло видеть то что буквально вчера помыли фонтан и скорее всего на днях его включат очень редко очень редко его моет в этом году второй раз всего лишь он его моет кто-то уже успел накидать мусор люди какие-то совсем беспардонные кто-то вставил фонтан бычок ну как-то люди ведут себя очень странно нам так редко его моют фонтан и включают по праздникам уже но люди успевают кинуть какие-то крышки какие-то бутылки уже даже уже в чистом фонтане уже убавляются итак мы с вами находимся на центральной площади где в лазаревской проходят все концерты перед центром национальных культур прошел недавно дождик и у нас как и кондратьев сказал что с 1 июля у нас 1 июля въезд не въезд а посещение гостиниц санатория будет только с отрицательным тестом на коронавирус а с 1 августа можно въезжать только если вы уже сделали саму вакцинацию и ни одну не не 1 только вакцинируется у нас двумя уколами должны быть два укола какую информацию я с аккумулировал на данный момент в их риск полазих пойти по всем форумам то что если вы 1 июня юля приезжайте если у вас даже есть один 1 вак 1 1 укол вакцинации то все равно вам нужно пцр тест за 72 часа до заезда даже если вы один раз первую часть сделали вторую не успели сделать все равно нужно пцр тесте за 72 часа до заезда а с 1 августа в крупных санаториях по крайней мере в крупных санаториях вам нужно будет ну все два укола а вакцина вам дадут какой-то сертификат и с этим сертификатом уже можно будет въезжать в крупные гостиницы санатории пансионаты про гостевые дома никто ничего не говорил и также сейчас вопрос как это будут контролировать в том году если контролировали не давали выйти с железнодорожного вокзала а в этом году люди говорят это пока что не точно люди говорят что будут непосредственно контролировать сами гостиницы санаторий пансионаты частный сектор пока никак не по контролируешь если только они на железнодорожном вокзале так что ближайшие дни у нас появятся более точные новости как это все будет происходить сейчас в интернете прям бум как как когда кому можно приезжать там кто забронировал можно ли к нам приехать в гостевые дома приехать без вакцинации без теста нельзя сейчас буквально через сколько сегодня сегодня у нас 26 июня через три четыре дня мы узнаем как будет проверяться при въезде или непосредственно при заезде сам санаторий либо вы будет проверяться на вокзале следим за новостями подписываемся на канал и сегодня мы вам покажем великолепный пляж морская звезда в лазаревском температуру мы вчера замеряли было 23 градуса сегодня у нас утро 9 23 пол 10 утра только что закончился дождик и мы с вами сейчас данный момент прогуливаемся по улице победа центральная улица лазаревской параллельно улице лазарева лазаревская это улица лазарева идет вдоль моря вдоль железной дороги а параллельно ей там с расстоянием 100 метров идет улица победа сейчас мы с вами по ней гуляем тут великолепные такие у нас появляются клумбы с красивыми разноцветными цветами смотрим вниз какая великолепная великолепно ну прям прям такое буйство красок у нас первый раз обычно сажают или все желтыми или там полоской желто-красная тут в этот раз высадили прям такую красоту и дизайнеры в администрации у нас начинают проявлять свои дизайнерские способности прям очень живописная красиво все нас выходит тут у нас супер горочка по супер ступеньки английской школе жозефина периодически поднимается по этим ступенькам там английская школа sky high fly high fly жозефина уже целый год отучилась английскому языку и сейчас мы магия ютюба нас перенесет в район береза молот где мы с вами выйдем на пляж морская звезда подписываемся на канал ставим лайк пишем комментарии мудренняя прогулка по лазаревской продолжаем гулять так потихоньку мы с вами дошли до лазаревской библиотеки которая находится на улице победа с левой стороны у нас находится близ сквер имени кирова напротив него у нас стоит стадион авангард и есть выход на море с улицы победа вот пешеходный переход если перейти если переходим через пешеходный переход близ кир имени кирова там есть проход через улицу лазарева и можно попасть перейти железную дорогу там будет небольшой как бы за вокзальный район и можно и можно прийти на центральный пляж лазаревской следующая остановка у нас будет кинотеатра восход ну и дальше по пути я вам все расскажу итак мы потихоньку с вами приближаемся к кинотеатру восход на улице победа и это будет последняя точка ближайшая до пляжа следующий выход к морю с улицы победа будет только там где находится береза мол это это расстояние практически ну около километра сейчас реально вы увидите самки детки на театра восход в лазаревской и аллею которая ведет у нас на пляж к пляжу центральном и пляжу пляжу гренада вот мы находимся с вами я нет театра восход площади на новый год нам ставят елку и видно что что алия которая выходит на пляж ближайший километр выхода с улицы победа на пляж никакого не будет потому что стоит железнодорожный вокзал который обнесет забором и как бы сейчас мы прогуляемся по улице победа до береза мол а и вы увидите ну реально можете замерить на карте театра восход выход на пляж следующий выход на пляж это аж береза мол так что если вы где-то снимаете жилье в лазаревской на гору поднимать и сверху можно подняться к санаторию гренада санаторий гляда у нас есть город центральная в лазаревской когда вы ходите железнодорожного вокзала стоит вышка в одну на северную сторону нас снаторий тихий дом а на южную сторону у нас санаторий гренада и сейчас мы еще прогуляемся около километра дойдем до береза мола и покажу вам какой выход на пляж морская звезда следующий это все расстояние нельзя никак попасть на пляж давайте смотреть мы все продолжаем идти на север улица победа магниту дома и при переулок при вокзале сейчас вы увидите железнодорожный вокзал вот рано немножко мешает вокзал 34 градуса тепла лазаревска 34 градуса тепла 9 38 утра вокзал лазаревская здесь мы находимся как мы находимся если вы проживаете каких-то мелких поселках близ лазаревска но не в центре то вы приезжаете на железнодорожный вокзал лазаревска и сразу переходите через вокзальный переулок и приходите к магниту магниту у дома можете закупиться все что вам нужно электрички со всех поселков не совсем по крайней мере чем это кваджа до лазаревска ходит 10 раз день в одну сторону и также лазаревска чем-то кваджа тоже ход 10 раз день даже есть какие-то удобные электрички когда вы приезжаете в лазаревска и там на полчаса все что вам нужно делать и на час и уезжаете назад но как бы также в самом поселке чем это кваджа есть два магазинчика где можно купить все необходимое а билеты чем это кваджа в лазаревска это ну 10 километров стоит у нас 40 рублей 40 рублей до лазаревской 40 рублей из лазаревска с одного человека дети душ до 5 лет до 5 лет ездят бесплатно и 5 лет исключительно а вот возраст 6 до 7 они едут по полная стоимость от 7 лет по школьному билету скидка 5 процентов и дальше мы все еще с вами идем к гостинице бирюза победа 138 центральная поликлиника фитнес-маршрут для проживающих санаторий тихом дону от победы 138 на горку есть супер фитнес-маршрут с 333 ступеньки чтобы подняться и потихоньку мы с вами приближаемся следующий пятиэтажный дом на первом этаже у нас женская консультация еще какие-то тут тоже какая-то поликлиника где выдают полюс и сертификат этим ну страхование полюс и с левой стороны магазин zendan где всегда яркие скидки до 70 процентов я сам покажу как цветут у нас пальмы банановые пальмы как у нас появляются бананы вот тут тоже такой небольшой уголок фитофантазии елочки и и бананы ну в принципе начало лета еще у нас такой жары не было вот видно вот бананы сейчас мы с вами увидим какие растут сочи бананы вот этот цветок зацветает цветок распускается появляются вот такие вот цветочки вот там видно что мини-мини желтенький еще мини-мини бананчики вот мини-бананчики появляются от этих мини-бананчиков появляются вот такие вот зеленые бананчики но они у нас не вырастают больших размеров потому что не так тепло не такой у нас теплый климат и мы потихоньку туда же великолепно сейчас мы подойдем гортензии которые цветут в лучших в лучших садах лондона в королевских садах лондона цветут вот такие вот гортензии как в лазаревской вот вы видим великолепные гортензии у нас дома такие же цветут но впереди у нас еще появляется дерево с мушмалой вы идете с муч мучмалой мушмала или мучмала можете написать в комментариях вот видно дерево желтыми фруктами это у нас мушмала мучмала и мушмала вот сейчас мы поднимаем камеру чуть-чуть выше подымаем вот уже у нас сколько времени 944 появляется солнышко дождик закончился 944 опять у нас великолепная гортензия что хочу сказать вам хочу сказать то что все гости курорта который отдыхает лазарьском тапсе просыпаются утром смотрят дождик ага значит сегодня мы на пляже не полежим немножко пасмурно а не поехать ли нам в сочи и так думают 90 процентов всех гостей чтобы не тратить день зря давайте хоть поедем на экскурсии посмотрим но я когда сочи был 2 или 3 дня назад даже в хорошую погоду открывается дверь и в чем это кваджа заходим и есть нету в электричке сидячих мест нету стоячие места еще пока у нас есть но в августе когда вы все приедете с прививками от коронавируса открываются двери чем это кваджи поехать в сочи такую дождливую погоду и открывается двери и в электричку просто не войти как в метро в час пик реально в электричке открывается двери и не знаешь и войдешь в эту электричку ли не войдешь люди витком набиваются ну как вот метро час пик то же самое у нас лазарьском в августе летом когда вы приходите в лазарьскую на желину на станцию все забиваются вот опсы все начинают так сразу думать и поехать ли нам на какую-нибудь экскурсию если вы хотите посетить сочи то лучше всего это сделать хороший солнечный день когда все максимально идут на пляже чтобы более или менее комфортно проехаться в электричке сочи конечно вы с вокзала все гости расходятся по разным направлениям а именно сам проход проезд от лазарьской до сочи это у нас около час час 20 идет электричка билет стоит 180 рублей ну 180 рублей билет из сочи в лазарьскую лазарьская сочи на дриппинг нам тут сразу предлагают итак мы с вами срулили с улицы победа и проходим вдоль самого большого дельфинария самый большой в россии дельфинарий но конечно они тут немножко лукавят он не самый большой он самый большой не в россии в поселке лазаревского есть у нас один дельфинарий побольше тут мы проходим через что проходим великолепная змея столовая змея что-то рекламируют здесь когда-то были шоу с крокодилами но сейчас они почему-то себя не рекламируют наверно сами шоу закрылись морская звезда дельфинарий где вы можете посмотреть великолепно шоу с дельфинами и также в этом дельфинарии можно поплавать с дельфинами дельфинарий мазская звезда вход телефон 8 800 302 1419 позвонив по этому телефону вы можете забронировать себе поплавать шоу не шоу а поплавать с дельфинами мы с вами потихоньку подходим к бирюза мол да какая улица нам неизвестная коммунистическая улица коммунистическая непосредственно коммунистическая 7 заодно вы можете помыть свою машину после дождя если вдруг вы долго ехали она у вас запылилась бирюза мол в самом бирюза моли на видео снимать нельзя но можно фотографировать я смыть через бирюза мол не пойдем пойдем через великолепную парковку с левой стороны также появляется рядом с дельфинарием аквапарк морская звезда aqua park морска звезда где вы можете покататься также все также аквапарк если море у нас штормит море на смутное то все хотят то все сразу хотят или на экскурсии либо в аквапарк а это самые загруженные дни когда у нас самая самая плохая погода самые загруженные дни для такси для аквапарков, для электричек, для всего подряд. Вот вы видите березомол. Проходим мороженое в Лазарьском. Поставили ну таких несколько штук, больше пяти штук. Славится мороженое в самых церковых точках Лазарьска. Поставили такие великолепные мороженое. Славится с большим выбором. Хороший киоск. Все красиво видно. Золотая Ауди. Золотая Ауди. 761 регион. 61 регион это скорее всего Ростов. И мы с вами. Вот ближайший выход от... Если вы не выйдете там, где у нас киотеатра восход, то следующий выход у вас будет только... Сколько минут ждать? Непонятно, сколько минут ждать. То следующий выход киотеатра восход только там, где у нас березомол. Ну что, подождем светофор. Светофор ждем. Хотим попасть на море в Лазарьском. До пешеходного перехода нужно останавливаться не за 2 метра, а за 5 метров. Но ничего страшного. Будем ждать. Так. В начале Лазарьского северной стороны всего две пути. Два... Ну, направления один на север, один на юг. А если вы поедете на южную сторону Лазарьского, тогда будет у нас уже 4... 4... 4 дорожных полосы. Подвет в каждую сторону. Ага. Еще сдать 76 секунд. Сейчас мы немножко ускоримся. Так. Мы подождали и переходим улицу Лазарева и идем на самый ближайший пляж. Если смотреться с Лазарьского железнодорожного вокзала, то самый ближайший пляж это у нас морская звезда. А, со стороны восхода до Бирюзамола никакого выхода на пляж с улицы Победы, с улицы Лазарева просто у нас нету. Так. Кто-то хотел, у меня спрашивал, сколько стоят морские тапки. Такие пластмассовые прозрачные тапки, но они у нас почему-то пока не попадаются. Эх. Тапок. Кто-то спрашивал, сколько стоят тапки, чтобы заходить в море. Ходить по пляжу. Такие прозрачные. Но, блин, разные косы попадаются. А тапки? Тапок не видать пока. Ну ничего, если я его вижу, то в следующем ролике обязательно будет стоимость таких тапок. Итак, мы с вами выходим на пляж Морская звезда в Лазаревской. Вы видите, реально, сколько людей отдыхает в Лазаревской. В 9.52 после шторма. Солнышко только что вышло, уже можно загорать. На море Штиль. Великолепная погода в Лазаревской. Великолепный пляж. Температура моря вчера была 24 градуса. Так что подписываемся на канал, ставим лайк. Если вам интересны такие видео, то если такие видео, подписываемся на канал, ставим лайк. Делимся этим видео в социальных сетях. В тех комментариях можете написать, откуда сделать ближайший обзор в Лазаревском, от какого адреса до ближайшего пляжа. Сделаю вам с удовольствием такой обзор. Это будет немножко, немножко будет бонуса. Супербонусная расъемка пляж 26 июня в Лазаревском городе Сочи. Подписываемся на канал и смотрим бонус. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok